Спасибо большое за представление. Будем начинать наши имена, не будем долго задерживать. Давайте проверим сразу звук, как у меня видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, если все хорошо. И мы сможем начинать тогда. Так, отлично. Все, хорошо. Громче, тише не нужно. Будем приступать к этому музыку чуть-чуть, но не важно. Хорошо. Ну что ж, будем приступать. Итак, я представлюсь еще раз. Меня зовут Анна Козловская, индивидуальный предприниматель и сооснователь международного интернет-проекта «Территория роста», именно о котором мы сегодня будем с вами говорить, о тех возможностях, которые он предлагает. Как я уже сказала, наш проект называется «Территория роста». До того, как я пришла в проект, я была студенткой по специальности я маркетолог, специализация «Моя узкая рекламная деятельность». И благодаря тем возможностям, которые я получила в проекте, я смогла не выходить ни одного дня на государственную работу, потому что тот доход, который там предлагался, мне не устраивал. И я смогла облатить очень много каких-то своих мечт, мечт моей семьи. И на сегодняшний день я сотрудничаю только с проектом, и это мой основной и единственный вид дохода. И какой же доход предлагает наш проект, я сегодня буду очень подробно рассказывать. Ну что ж, начнем с того, что сейчас в интернете очень много предложений по заработку. Почему-то моргает свет, то есть у меня не моргает, а экран моргает. Ну, попробую поближе, что-то отсвечивает. Ладно. Так, ну что, значит, сейчас в интернете очень много предложений. Когда вам предлагают доход в интернете? И часто, рассматривая такие предложения, нам кажется, что они несерьезные. Потом, как нам предлагают играть в казино онлайн, зарабатывать деньги, какие-то ставки делать, да? Какие-то финансовые пирамиды предлагают, когда мы там на каком-то сайте регистрируемся, и нам нужно платить деньги, да? Такие варианты, конечно же, не вызывают доверия. Сразу скажу, что у нас абсолютно классический вид бизнеса, но просто наш бизнес находится в интернете. Что значит классический вид бизнеса? Это интернет-магазин. Вот на этом графике вы видите рост продаж в интернет-магазинах с 2012 по 2015 год фактически и прогнозируемый на 2016-2017 год. Посмотрите, синенький столбик показывает, сколько триллионов долларов тратят люди на товары, покупая их в разных интернет-магазинах. И вы видите, что каждый год эта цифра очень сильно растет, очень сильно поднимается. И те предприниматели, которые это поняли, перевели свой бизнес в интернет и на сегодняшний день развивают его именно там и получают доход, развивая свой бизнес там. Я хочу выдавать даже ради эксперимента. Сейчас у нас 55 человек в нашей бинарной комнате. Посмотрите, пожалуйста, семерочки в чате. Те из вас, кто хотя бы раз в жизни сделал какую-то покупку через интернет. У кого такой опыт есть? Кто-то может честно, но если хотя бы раз в жизни, то уже семерочку можно вставить. Так, отлично. Оля делала, Алла, Диана вижу. Вот все, пошли семерочки, посыпались, да, посыпались семерочки. Многие люди. Вот вам еще раз приклеенство данной статистики. Сейчас очень удобно покупать в интернете. Это быстро. Это сидя дома можно сделать. Теперь еще привезут товар. И еще дешевле будет, чем в обычном магазине. Поэтому, зная эту статистику, мы использовали ее при задумке и реализации проекта «Территория роста». И в нашем проекте доход вы получаете официальный за развитие интернет-магазинов. Официальность нашего дохода я подтверждаю на следующем слайде. Это просто выписка с моего банковского счета. Ну, просто вот я отсканировала бумажечку, которая была. Вы видите начисления. Тут немножко вот все хочу поменять. В презентации там еще с 15-го года, с начала года у меня последние начисления. Вы видите, что, во-первых, этот доход на банк приходит. Каждые три недели приходят они даже не каждый месяц, а чаще. И он постоянно растет. Вот если первая сумма была 7 миллионов 800, то последняя сумма 45, наверное, в 200, например, эти стремии. И доход официальный, видны все данные, видно, какой банк. Поэтому сегодня я расскажу вот о том, как в нашем проекте получать доход официально, зарабатывать эти деньги в живом виде и получать их точно так же через банк, через карточку. Поставьте просто плюсики в чате, если вам интересно, как получать хороший доход, работая при этом в онлайн, работая из того места, как вам удобно, из дома, из гостей, с дачи. Вот, отлично. На самом деле, да, для многих это очень актуальный вид дохода. Ну что ж, будем говорить, какие преимущества нашего бизнеса, какие преимущества нашего предложения. Первое преимущество, я его уже озвучила, неоднократно, это официальность дохода. Это очень важно, потому что мы хочем получить живые деньги, а не электронные деньги, которые не всегда возможно потратить. Второе преимущество, то, что у вас нет зависимости от начальника. У вас есть люди, которые вас будут учить, которые вам будут помогать, сопровождать, но у вас есть люди, которые будут помогать вам приказать что-то делать, если вы будете сотрудничать как партнер нашего интернет-магазина. У вас не могут уйти, все абсолютно свободно, нет финансовых рисков, потому что вы не делаете никаких финансовых вложений, вам нечего терять. Вы лично развиваете, потому что это огромное количество обучающих мероприятий, тренингов, каких-то вебинаров, да, либо вживую проходят в каких-то там помещениях, в залах обучающих мероприятий, на которых мы растем, развиваемся и учимся чему-то, чего мы не умели раньше. Никто от нас, никто от нас, когда пришел, не имел навыки работы в интернете, тем более навыки программирования, навыки работы с людьми, то есть всему этому вы можете обучиться бесплатно в рамках нашего проекта. Это очень здорово, это даже в обычной жизни вам пригодится. Очень крутые корпоративные мероприятия у нас организовываются, очень классные. Вот сейчас 13 марта было самое-самое маленькое из всего того, что только вообще может быть, корпоративное мероприятие. Вот такая вот первая ступенечка, скажем так, да, это такой уровень просто нашей команды, это не глобальное мероприятие, а просто вот наш такой небольшой корпоратив был, да. Вот и все, кто был в час до сегодняшнего дня, сегодня вторник, люди пишут отзывы, насколько было круто. А корпоративы бывают международные, в других городах, в других странах. Вот сейчас, висит корпоратив в Сочи, на Кипре, в следующий год лайнер, который будет по разным странам ездить. Вот такие корпоративы тоже бывают, тоже участники нашего проекта, в них могут участвовать. Путешествия по миру, признания, награждения. Вы, сотрудничая с нашим проектом, автоматически принимаете участие в благотворительной программе, потому что часть отчисления идет на помощь деткам. Новое знакомство, новые друзья однозначно. Это очень здорово, очень классно, что они у вас здесь появляются, потому что, как правило, у нас друзья такие основные со школьных времен, потом уже сложно их найти по жизни. А здесь, на самом деле, находишь настоящих друзей, потому что вы смотрите в одном направлении, вы занимаетесь одним телом, у вас схожие ценности, выводные команды, и со временем у нас получается так, что мы друг у друга даже там крестим детей, например, следили на свадьбу, там ничего такое происходит, потому что мы до этого не знали друг друга, очень быстро стали практически родными, близкими людьми. Конечно же, вас может помогать близким людям, открывается у вас в этом проекте, потому что вы можете пригласить их стать партнерами и тоже зарабатывать деньги. Бизнес можно передавать в соответствии своим детям. Я знаю, что для многих мам это основная причина, почему они здесь. Хочется, чтобы ты остались детям. Не просто чему-то научить, не просто что-то показать, не просто купить игрушки, потом больше ничего. На самом деле, передать бизнес, который будет помогать им в будущем кормить себя и свою семью. Ну и, конечно, вот большим я написала, что есть там слово «свобода», потому что для меня это самое важное, когда ты можешь просыпаться рано-рано утром, если ты хочешь встретить рассвет, или ты можешь спать, да, если ты просто любишь спать. Ты можешь дать время своей любимой семье, своим детям, ты можешь дать время сходы, спорту, ты можешь путешествовать, потому что бизнес для того, чтобы ты не можешь спать. Чтобы вести, не нужно куда-то ехать к какому-то определенному времени. Ты сам себе хозяин. Если ты развиваешь свой интернет-магайпорт, ты под твой стиль и образ жизни, и это очень круто. Я не говорю, что здесь не нужно работать, здесь нужно работать. Я всегда, например, не говорю, что мы приглашаем людей, которые хотят зарабатывать деньги и понимают, что для этого нужно работать. Здесь нужно работать. Но вы работаете не тогда, когда вам сказали, а тогда, когда вы себе сказали. Это очень здорово. И вот что-нибудь голословное, просто вот я на слайд, полфотов поместила своих примерно в мостах жизни в проекте. Это и хороший доход, видите, путешествия с семьей, возможно, какие-то классные праздники, путешествия с друзьями, это очень классные корпоративные мероприятия, крайняя справа, с фотографией, нижняя. Вот это все возможно в проекте. И вы знаете, когда мне рассказывали что-то подобное впервые, я слышала, как будто это какая-то такая сказка, которая для меня не понимала, потому что то, что я до этого увидела в своей жизни, это выглядело все чуть-чуть по-другому. Мои родители, это люди, которые закончили университет и работали на обычных работах, не плохих, не хороших, обычной работы по найму. И не было в нашей жизни каких-то путешествий, каких-то корпоративов крутых, каких-то интересных возможностей. Просто обычная жизнь, работа, у меня школа, вечером семейный ужин, спать, летом к бабушке, летом на озеро. Вот так, да? И так жили все люди вокруг меня. И для меня казалось, что вот это что-то из области фантастики. Почему мне так казалось? Потому что мое окружение, мои близкие люди, они работали по найму. И сегодня я хочу, чтобы очень разница между работой по найму и тем, что мы вам сегодня предлагаем. Я сейчас объясню, что квадрат денежного, вся последующая информация вам была более понятна, она вам потом просто проще ляжет. Итак, квадрат денежного потока – это теория. Автор этой теории – Роберт Киасаки. Поставьте, пожалуйста, четверочки в чате, кто слышал эту имя когда-нибудь, Роберт Киасаки, кому она знакома. Это очень известный в мире финансист, бизнесмен. У него бизнес в сфере недвижимости. И он особенен тем, что он не просто зарабатывает деньги сам, он других людей тоже учит зарабатывать деньги. Он пишет книги, проводит тренинги, семинары, другие вещи. Здесь очень интересно, у него масса книг. Очень советую почитать. Прям все, которые видите, все читают. Начните, например, «Богатый папа, бедный папа, папа хороший» вот эта книжка. Так вот, квадраты денежного потока. Целудовая теория – все люди в мире, согласно точке их дохода, делятся на четыре категории. Первая категория – это люди, которые работают по найму. На государственной работе, либо на участниках, но по найму. Это учителя, это врачи, это водители, это продавцы, это директора магазинов наемные, если не хозяева, да, это лаборанты, это ведущий программист на каком-то супер, предприятий на работающем. То есть абсолютно разные профессии, и 95% населения задействовано в этом квадрате. Какие есть плюсы, какие минусы? Первый минус – это чаще всего маленький доход. Вот я сама сейчас живу в городе Витебске, на данный момент проживаю. И в моем городе средняя зарплата сегодня в времени нужно выживать. Да, есть кто-то, кто побольше зарабатывает, 4-5, но на 100, 200-250 долларов, то есть уже как бы счастливые люди. Но на самом деле средний доход времена – это очень небольшое. Большинство родителей недовольны сам доходом в этой категории, но при этом они вынуждены брать очень много времени, как минимум 8 часов в день на эту работу. И 8 тех самых часов, когда можно было бы их уделить чему-то, что по-настоящему для тебя важно в своей семье, в своем хобби, в своем близком. Но ты вынужден в самое активное время с 8 до 5, с 9 до 6 быть на работе. Которая тебе платит копейки просто для того, чтобы прокормить свою семью. Вот это самая распространенная ситуация в категории работ. И, например, если вам обещали, что придут, но не пришли, потому что их начальник не остается, вы представляете? Может быть, кому-то неподослышки знакомы такая ситуация. Я знаю много мам, которые не видели 1 сентября своего ребенка, потому что их начальник не остается. То есть у вас нет свободы, вы зависите от начальника, от того, когда у вас выходной. И чаще всего здесь не очень хороший доход. Бывает такое, что здесь доход хороший, когда должность хорошая, предприятие хорошее, в общем, что-то такое. И хороший доход. Но это чаще всего очень руководящие должности. И эти должности имеют тоже такие подводные камни. Во-первых, это очень мало времени. Если просто у людей, работающих по найму, мало времени, то работающих по найму руководителей, у них очень мало времени. У них ненормированный рабочий день. Их могут вызвать в 8 вечера, в 9 вечера. Они могут просто не вернуться домой, потому что нужно срочно было поехать на какой-то регион и там провести работу. В общем-то, вот такие вот нюансы, которые не совсем хороши, конечно, для человека, у которого есть что-то еще в этой жизни, кроме работы. И более того, второй момент, это у человека всегда хочется подсидеть. Начальник один, а в коллективе, например, тысяча человек. И каждый хочет быть начальником, потому что там много денег. Его могут подставить. Я думаю, что тоже вы не раз слышали такие слова, когда человека подставили, да, потом его сняли. Поэтому этот квадрат, он чаще людям не нравится. Но здесь есть какие-то плюсы определенные. Эти плюсы, каким образом, это кое-какая защищенность социальная, да, это отпуск раз в год, это больничный лист, это какие-то подарки детям к Новому году иногда бывают, там, вот такие вот вещи являются плюсами, там. Ему просто досталось, он ходит на работу, каждый день ему платят 5 миллионов, да, а он работает, как непонятно кто, а еще начальник ему говорит, ты плохо работаешь, там, да, ты то не сделал, ты то не успел. И он реально понимает, что он жертвует времени со своей семьей, а его еще и ценят так низко. Он так понимает, что он профессионал крутой, а за пациентом почему-то платит не крутую. И он думает, надоело мне все это, возьму-ка я, открою свой бизнес, открою свою нотариальную контуру, вот там людей консультировать сам. И все деньги буду получать сам. Вот все, что будет, это все будет мое, но не нужно будет зависеть от зарплаты. И сейчас работают на себя, вот это и работают на себя. Мастер по маникюру, мастер по педикюру, парикмахеры, мастер по ремонту машин, просто люди, которые работают на рынке, у них есть одна точка, они сами и привозят товар туда, и продают. Вот это все люди, которые работают на себя. Какие плюсы? Доход, конечно, выше, чем в первой катетике, все были нам все равно ограничены. Понимаете почему? Потому что у вас есть две руки, две ноги, 24 часа в сутки. Какой бы вы ни были крутой персонал юрист, и пусть вы выигрываете все дела, и все витевские люди, которые вынуждены обратиться к юристу, хотят к вам обратиться, вы витерически всех не возьмете. Потому что у вас есть какое-то количество часов в сутках. Вот это и есть в ваш потолок дохода. Парикмахер, пусть у самого крутого на свете. Но если у вас всех хотят вам встречаться идти, даже не только витевск, весь мир к вам хочет, но у вас-то все равно Ну, там какое-то количество часов в сутки, например, вы можете день посвящить там 8 человек, 10 максимум, все, не больше. Время закончилось. Это есть подлог вашего дохода. И когда вы не работаете, вы не зарабатываете. В первом случае, вы ушли на больничный, например, вы там все заплатили. А если вы заболели, например, на время три недели, все, ничего, вот без следствия существованию, потому что вам не будут ваши клиенты платить больничный, вы их не держите, они вам не платят. Вы не красите машину, они вам не платят. Ну, вот так получается. Ну, времени свободного еще меньше, потому что вы много работаете чаще всего. И правая часть – квадрат бизнеса. Вот это квадрат, которым... ...которым отдастся богатые люди. В чем отличие работы на себя и бизнеса? Работа на себя, когда, ну, к примеру, тот же юрист, пусть будет, но вы не сами работаете, консультируете своих клиентов, а у вас есть команда юристов, отличная человека, пусть хотя бы небольшая. И они тоже консультируют, и вы получаете процент от каждой консультации. Вы им дали место, вы сняли офис, вы сняли какое-то место, где они работают, где они могут находиться, они консультируют клиентов, вы даете рекламу, а прибыль, получается, вы частично. Вы даете бизнес. То есть любая сеть заправок, например, там у нас в Витебске что-то, Моккоил, да, я думаю, что везде они есть. Магазины, например, Корона, Еврооп, в России, то есть, если в России это Пятерочка, например, там, Ашан, какие там еще есть, Азбука Куза. Вот эти все сети магазинов стоит бизнес. Хозяин этих магазинов, он не стоит за кассой сам, он не подает товар сам, но он зарабатывает деньги благодаря тому, что он получит процент от всего того, что происходит в его бизнесе. И здесь много свободного времени может быть, потому что если хозяин, например, магазинов уехал отдыхать на море, то от этого не перестали люди ходить в магазины, не перестали заправлять автомобилисты, машины, они же не думают, ой, хозяин Лукоза в Таиланде, не, я не поеду машину заправлять, пока он не вернется. Не буду ездить никуда. Они тут так и думают, все, кто заправляется. То есть бизнес приносит доход даже так, когда вы отдыхаете. И это очень круто. Какие здесь минусы? Почему, если так круто, то доход не ограничен, то есть время свободное. Почему уже не все люди в этом подрать? Две причины. Первая – это финансовые вложения. Бизнес требует финансовых вложений. Ну, от 50 тысяч долларов, будем говорить так, если мы говорим про более-менее серьезный бизнес. И до плюс бесконечность, зависимость этого масштаба. И далеко не у каждого человека есть такая возможность. Вложить эти деньги особенно улучшится второй минус. А второй минус в том, что очень высокий риск. Через 5 лет только 10% из предприятий мелких, которые были открыты 5 лет назад, остаются на плаву 90% через 5 лет закрыты в причине банкротства. Представляете? То есть человек, даже если у него есть деньги, он не стоит рисковать вложить их в бизнес, понимая, что через 5 лет он может остаться ни с чем. Но если у него их нет, то тем более он не рискует, потому что нужно брать либо в долг, либо кредит. А зачем рисковать, если настолько это все не оправданно? И почему бизнес разоряется часто? Потому что нас нигде не учили в день у бизнеса, ни в университете, ни в школе, нигде. Это просто собственные ошибки, собственный опыт. Соответственно, не все продумываешь. Какие-то штрафы постоянно, вообще законы меняются каждый, не знаю, неделю, наверное. И невозможно сделать так, чтобы под что-то, если в традиционном бизнесе не попал, да, под какой-то вид штрафа, наказания. Это какие-то внешние обстоятельства. Например, на производстве может случиться пожар, и вы теряете все, что было, да. Например, автомобили, которые перевозят ваш товар, сломался автомобильный. А что-то из-за вас товара клиент не отказался, вы потеряли деньги. И прочие другие вещи, которые мы не учитываем, когда вставляем бизнес-план. Поэтому вот те 10% людей, которые все-таки остаются на плагу, вот они становятся вот теми самыми счастливчиками, которые имеют и хороший доход, и которые имеют свободное время, но нужны вложения. И четвертое, когда это инвесторы, это люди, которые вложили деньги, деньги работают на вас. Недвижимость. Купили квартиру, сдаете. Вы там ничего не делаете вообще, но деньги получаете. Или деньги по проценту в банк положили, ничего не делаете, и проценты получаете. Вот это инвесторы. Но для того, чтобы что-то вложить, опять же, нужно что-то иметь. Так вот, я красным цветом одевала правую часть. Почему? Потому что, согласно Роберту Акиосаки, правая часть – это люди обеспеченные, богатые. И задача нашего проекта, и хочу, чтобы вы сейчас об этом услышали, сделать так, чтобы участники нашего проекта перешли в категорию бизнесменов и инвесторов. Эти возможности есть в нашем проекте. У нас нет работы по найму. У нас есть работа на себя, но это не тот основной ключевой деятельности, которым мы занимаемся. А бизнес и возможность последующего инвестирования в этом же бизнесе, то, чего мы учим. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто хотел бы иметь свой бизнесмен, кто хотел бы иметь свой бизнес. Особенно, учитывая тот фактор, который я сейчас добавлю, наш бизнес особенен тем, что в нашем бизнесе нет денежных вложений. То есть, соответственно, раз вы ничего не вкладываете, вы уже ничем не рискуете. Так, у меня, короче, в поток. Вот. Ой, как-то прям так много-много плюсиков каждый ставит человек, даже не по одному. Хорошо, раз у вас есть такое желание, будем мы сегодня с этим мутить. Итак, мы предлагаем вам развивать свой бизнес и помогаем в свою поддержку в этом. Наш партнер для развития бизнеса, наш интернет-магазин – это компания Reflame. Я думаю, что многие из вас слышали это имя неоднократно, и у большинства людей доход с компанией Reflame ассоциируется с каким словом? С словом «каталог». Люди думают, что из-за того, чтобы зарабатывать деньги с компанией Reflame, нужно показывать каталоги. И я точно так же думала. Когда я еще училась в школе, я была консультантом компании Reflame, я показывала каталог родителям своих одноклассников, некоторых, с кем я общалась поближе, ну и своим одноклассницам в старших квартах. Мне это нравилось, потому что во время, когда я училась в школе, получить дополнительно 40-50 долларов – это было классно, как для школьницы. Когда я искала возможность дохода посерьезнее, и мне снова предложили Reflame, я тогда сказала, Лена, нет, это не то мне нужно, мне нужны хорошие деньги. А показывая каталоги, я хорошие деньги не заработаю. Тогда мне Лена сказала, что если ты хочешь, Аня, зарабатывать долларов 60, тогда, конечно, бери в руки каталоги и иди показывай. Но если ты хочешь зарабатывать хорошие, серьезные деньги, 500, 700, 1000 долларов и выше, то не нужно показывать каталоги. Поэтому я сегодня сразу вам скажу, что мы сегодня не будем говорить так, как показывать каталоги. Вы все это прекрасно знаете. В Лена, в руки каталог показали, получили денежку, заработали быстренько 20%. Сегодня мы говорим, что каталог с компанией Reflame может зарабатывать не продавая, а развивая свой интернет-магазин. И у нас есть вакансии. Менеджеры интернет-магазина и директоры интернет-магазина. Для того, чтобы их получить, не нужно продавать по каталогам. То есть вы можете это делать, но это не входит в ваше обязанство. Итак, давайте взберемся вообще с тем, что такое интернет-магазин. В компании Reflame есть международный глобальный интернет-магазин. Плохой сель, давайте проверим. Сейчас отвлекусь на секундочку, как раз пока про магазин не начала рассказывать. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если меня слышно хорошо. То, что моргает свет, я не знаю почему-то. У меня дома не моргает. А главное, чтобы было слышно хорошо. Слышно хорошо. Так, тогда вот, у кого было плохо, вы выйдите из комнаты и зайдите снова. Попробуйте так, потому что, видите, у всех хорошо слышно. Значит, что-то у вас в связи с интернетом. Я пока буду продолжать. Итак, у нас есть глобальный международный интернет-магазин, где представлен весь ассортимент компании Reflame, которые входят и косметикой, и товары для детей, и продукты для здоровья, и аксессуары, и разных вещей, много вещей интересных. И в чем предложение этого интернет-магазина? В этом интернет-магазине люди могут покупать всю эту косметику. Как вы, вот вы мне вначале писали, очень многие плюсики стали, что покупки в интернет какие-то совершали в своей жизни. Вот так же в нашем интернет-магазине можно совершать покупки. В чем преимущество? Это будет скидка 20% по отношению к той цене, которую вы видите в каталоге. Это 20% решение, может производитель купить товар. Соответственно, у вас больший риск подделки. Вот кто был на предыдущем вебинаре, который Оля Костина проводила, она очень хорошо рассказала про подделку, про то, какой большой процент подделки, чем это страшно. Я не буду повторяться сейчас. Единственный шанс на сегодняшний момент купить продукцию оригинальную, это купить ее напрямую у производителя. Но мы с вами, международной, я просмотрела, какие страны, Беларусь, Россия, Украина на вебинаре. Во всех этих странах мы, к сожалению, не имеем доступа купить такие хорошие, классные бренды напрямую у производителя. Вот в Европе люди, там в Америке, они имеют такой доступ, потому что эти продавители там находятся. А мы не имеем, мы покупаем через последний, то есть очень высокий риск подделки. Вот у нас в интернет-магазине покупается напрямую у производителя фирменный интернет-магазин компания Reflame. То есть в нем покупать, во-первых, выгодно, во-вторых, безопасно, потому что продукция оригинальная, оригинальная качество будет хорошая. И на самом деле, говоря про ассортимент, вот тут опять же не буду очень долго повторяться, что говорила Оля. Сегодня с темой мы говорим про разрабатывать деньги, но я бы хотела, чтобы вы понимали, на какой крутой байк, но с той стороны интернет-магазины. Может быть, вдруг здесь есть вещи, которые не очень знакомы еще с косметикой самой, не очень знакомы с ее качеством, с тем, какая она классная. Я хочу, чтобы вы гордились тем, что в последующем вы будете менеджером либо директором, если вы для себя примете это предложение, начнете работать. Интернет-магазин, который именно косметику Reflame предлагает. У нас шведское качество, все разработки шведские. Наш ассортимент очень хороший и простой для ведения бизнеса. Если бы у нас сегодня был бы интернет-магазин по продаже путевок, путешествий, а какие-то магазины есть, то сегодня мы, к сожалению, не могли бы вам предложить возможность хорошего дохода. Почему? Потому что сейчас в мире кризис, и люди не покупают путевки. Но во время кризиса люди продолжают мыть. Во время кризиса женщины продолжают хотеть выглядеть хорошо, покупать помады, туалетные воды. Все люди продолжают мыть голову. Поэтому у нас спрос не падает во время кризиса. Я вам даже скажу больше. Этим летом, по сравнению с прошлым летом, товароборот глобальный в интернет-магазине белорусском вырос этим летом по сравнению с прошлым летом. Представляете? Хотя прошлое лето было не кризисное, а это лето было кризисное. Поэтому товар сам по себе хорош, он нужен людям в любое время. Кроме того, что товар нужен людям в любое время, он еще очень качественный. У нас, собственно, федеранские центры и заводы. Это места, где разрабатываются продукты на протяжении долгих лет и потом производятся под жесточайшим шведским контролем. Благодаря вот такому жесткому контролю качества, который есть у нас, только вдумайтесь, продукт, спереди, чем появится в каталоге, об этом как раз говорил в 13 марта кто был, разрабатывается от двух лет. Вот сегодня мы с вами на вебинаре, и сегодня наши ученые разрабатывают какой-то продукт, который мы с вами увидим в каталогах только через два года. Представляете? Какой красотливый труд. Благодаря тому, что качество очень высокое, очень многие звезды с нами представляют косметику нашу. Здесь вот некоторые из них я представила. Это Дени Мур, это принцесса Швеции, Мадлен, королевский уровень. Это Датьяна Наска, представляете, на линейку коллаген, которая сейчас вот в этом каталоге у нас появилась. И вообще прям все в восторге, всем очень нравится, особенно набором покупать очень выгодно. На 33% сокращается, на треть морщины сокращаются благодаря этой серии. Возраст 35% женщины, девушки, кому подход по возрасту, у кого еще нет, быстрее покупайте, потому что серия, ну вот, на самом деле потрясающая, самая любимая серия всех моих клиентов. Кучу отзывов могу представить и кучу прям фотографий, результатов людей, которые получили. Все отвлекается, возвращаюсь, просто очень люблю сама эту серию, клиентам рекомендую. Декоративная косметика очень хорошего качества. Каждые 4 секунды просто тушь 5 в 1. Поставьте плюсики, кто хоть раз в жизни пробовал тушь 5 в 1, пользовался. Вот это моя любимая тушь, я вам скажу, уже очень давно, это моя любимая тушь. Ароматы для нашего интернет-магазина разрабатывают известнейшие парфюмеры во всем мире, известнейшие. Те же самые, которые работают с таким марком, как Дорча Габбана, видите парфюмеров и их творения. Вот, наряду с творениями, которые вы привыкли слышать, как известные бронетонистские ароматы для нас. И парфюмеры, это люди творческие, они могут сделать для одной компании работу хорошо, для другой плохо. Для них их аромат, это как для художника картина. Это вся душа укладывается, весь талант укладывается. Поэтому такого же уровня аромата представлены. Наши продукты получают награды на конкурсах на международных. Вот первые места. Лучший ночной крем. Филитру перфекшн, возраст 25+, мой самый любимый крем, вообще из тех, я просто его обожаю. Мужской аромат, эксайд форс, как лучшая мужская туретная вода. Тушь, white open, с текущим колодисом, скидкой 50%, кстати, как лучшая тушь, которая вышла на рынок в 2015 году, завоевала награду. В Беларуси мы уже неоднократно получаем награду бренд года. Этот год тоже не ставил исключением. То есть рефлент подбой, чем любую другую косметику. И, конечно, для человека, который очень интересуется здоровым образом жизни, который понимает влияние нашего питания, нашего образа жизни на наше долголетие, на то, как мы себя будем чувствовать, как мы будем выглядеть. Для меня очень приятно, что у нас в ассортименте есть роскошная линейка Wellness. Это продукты для здоровья. Я могу говорить про них очень долго, но скажу вот пару факторов очень важных. Сейчас экология очень сильно ухудшилась и очень сильно ухудшилась питание. Результаты этого мы видим каждый день. Мы видим детей, которые болеют, которые слабый иммунитет, они из этого не ходят в садик. Две недели они дома, неделю в садике. Мы видим людей, которые имеют проблемы с здоровьем в молодом возрасте. Мы видим очереди в поликлиниках. Мы видим постоянно скрывающиеся аптеки. И можно иногда открыть глаза, можно посмотреть правде в глаза, сказать, что да, действительно что-то происходит не так сейчас в мире. И просто кушая обычную еду, которая продается в магазинах и больше никак себя не поддерживая, сегодня наимно надеяться на то, что проживем, ну может и долго, но то, что последние годы будут счастливыми и активными. Если уж это и будет долгая жизнь. Так вот, люди, медики со всего мира уже давно пришли к выводу, что нужно помогать, поддерживать свое здоровье, но очень качественными и правильно подобранными продуктами. И вот продукты для здоровья, которые есть в нашем ассортименте, они для мужчин, для женщин, для детей. Это раз. Во-вторых, они у нас разработаны, наверное, на новинскую племию, в очень известном мире, в Швеции, кардиохирургом, который просто гений, в самом деле. Их людей, как он, всего лишь 7 человек в мире. Это два. То есть разработчик шикарный. Производство Швеции и Германии. Это три. То есть это высочайший контроль качества. И это стандарты качества, признанные во всем мире. Вы видите, посреди здесь есть и украинские, и российские, и белорусские. И международный стандарт качества GMP, который шифровится как Goodman's Salvation Practice. Это стандарт, который подтверждает, что это промоцистический стандарт. И если продукт, который продается в аптеке, имеет этот стандарт, это говорит о том, что начиная с момента сборки сырья для этого продукта, заканчивая моментом поступления в аптеку, этот товар прошел все по самым высоким стандартам из всех существующих мест. То есть самое корейское чистое сырье, самое новое оборудование, самые лучшие специалисты, самая чисто плотность при производстве. В общем, все, что только может быть самое. И сегодня на европейском рынке люди знают, что такой стандарт GMP очень хорошо, потому что предложения в Европе почти все рекомендуют по стандарту GMP. И многие. В Беларуси единицы. Насколько известно мне по данным на последние полгода, полгода назад, кроме наших вообще не было GMP больше. Сейчас надо проверить, но мне кажется, что ничего не изменилось. Единственное, кто имеет стандарт GMP, это очень круто. Продукция, как я уже сказала, продается в аптеке. Это дается потому, что она ассоцифицирована и по белорусским стандартам, естественно. Продукция очень популярна в мире. И в Беларуси тоже. Вот сегодня была защищена компонерка, она сейчас менеджерного. У нее 78% ее товарооборотов интернет-магазина. Это продукция Веларуси. Это сегодня по итогам этой недели. 78% представляете, насколько люди сейчас интересованы, насколько эта продукция популярна. 208 пакетиков Веларуси были подсоединены с момента его запуска. И я сама очень сильно люблю эту продукцию. Я вас приглашаю на Школу здоровья, которая проводится по пятницам в 19.00. Там более подробно можно сказать про эту продукцию. Потому что на веку про нее рассказывать это очень сложно. То есть классные очень результаты по ней. Но чтобы результаты как-то подтвердить документально, я вам вот такую награду показала на слайде. Премия здорового питания – это премия, которая учреждена Российской Академией Центральных Наук. Для того, чтобы отметить тех производителей, которые производят наиболее здоровые продукты питания. Например, наиболее правильное молоко, например. Те организации, которые не делают выброс в атмосферу. В общем, вот такие вот вещи. Так вот, в номинации «Лучшая компания производитель витаминов» мы стали компанией номер один. Мы получили первое место на всем российском рынке. Достоинно ваших виртуальных аплодисментов. Аплодисменты определяются воскресательными знаками, кто еще на сбинаре впервые. Потому что, представьте, на российском рынке огромное количество витаминов. Наверное, в 10-20 раз больше. Представьте, на чем у нас сами, на белорусском рынке. И там эти продукты стали лучшими. Это подтвердила Россия, как Академия Центральных Наук. Самая авторитетная организация в области здравоохранения в России. Так, логично предположить, что на нашем сбинаре внутри, естественно, это тоже лучший продукт. Потому что у нас еще меньше товаров, стоит еще меньше количества выбирать. Поэтому в интернет-магазине очень классные товары. Важно, чтобы вы это понимали, если вы хотите развивать свой бизнес. С этим интернет-магазином. Так вот, что же касается бизнеса. Какие есть варианты сотрудничества? Смотрите. Суть любого бизнеса – это создать товарооборот. Ну, мы, сами уже приводили пример, заправки, да, у Койл. Вот они стоят, красивые, с подсветочкой. Но дай мне приезжает машина заправляться. Будет иметь хозяин у Койла прибыль? Не будет. А если подсветочку… С кем малость подсветочка получает? Ну, так бывает. Но машин очередь. Будет получать хозяин прибыль? Будет. Продуктовый магазин. Вкусняшечки выложены, все самое красивое. Но не приходят клиенты, на кассе не покупают, деньги не оставляют. Значит, нет прибыли. Если очереди стоят, покупают продукты, оставляют, деньги не оставляют, значит, есть прибыль. И там любой бизнес. Суть лица создает товарооборот. Будь то услуги, то есть плата за услуги, либо конкретный какой-то товар. И чем больше товарооборот в вашем бизнесе, тем более прибыльным будет этот бизнес. Все очень просто. Больший товарооборот – большая прибыль. И у нас есть, наш бизнес – не исключение. В нашем бизнесе ваш интернет-магазин будет приносить вам прибыль. В том случае, там будет товарооборот хороший. Вы бы там слышали на первых встречах, на первых собеседовании. В связи на них вдруг кто-то не был, поэтому я повторяюсь. И у нас есть два способа создания товарооборота. Первый способ, вы про него все знаете, это личные рекомендации. Вы можете показать ссылку своим знакомым, они что-то заказали, что-то попросили, вы сделали заказ на себя, вы получили рейт с 20%. Это нормальный способ, в нем есть свои плюсы. Деньги можно дать быстро. Вы сегодня показали, что у вас сегодня заказали, вы сегодня уже заработали деньги. Это легко, это престижно, потому что компания Reflame знает все, эту косметику знает все. Минусы какие? Доход небольшой. Вот вас вы наверняка не удержали узнать, потом зарабатывать. Во-первых, онлайн, а во-вторых, там нормальные деньги какие-то. К каталогам больших денег не заработаешь. Примерно от 200 тысяч до 5, ну, в принципе, можно еще даже заработать. Для этого нужно очень стараться, очень много работать. Еще один минус, это если ты не работаешь, ты не зарабатываешь. То, что я говорила, приболел, так каталоги не показал, все, у тебя нет дохода. Поэтому личные рекомендации, вы этим можете заниматься, это можно сделать. Если у вас плюс к зарплате 3-4 миллиона, это тоже будет неплохо, я думаю. Но я сегодня не буду на этом устанавливаться подробнее, потому что суть бизнеса и суть хорошего дохода, в немножечко в другом. И мы в нашем проекте партнеров обучаем другим действиям. А именно, второй тип создания товарооборота, второй способ, это создание миллионных, огромных оборотов в официальном интернет-магазине компании Reflame благодаря новым партнерам. Каким образом это происходит? Когда вы принимаете решение, что вы хотите опроводить себя на позиции руководителя интернет-магазина, на вашей именно базе интернет-магазина компании Reflame Global открывается ваш личный интернет-магазин. И ваша задача делает там хороший товарооборот. Как? Вы приглашаете туда покупателей. В чем выгодно быть покупателем интернет-магазина, я вам уже сказала. Скидка 20% для них. Они делают покупки в любое удобное для них время, в любое удобное для них место, в любой город. Доставку компания вся взяла полностью, в любую глубиночку доставка есть. Получают там у себя. А вы получаете проценты отчисления от каждой покупки, которая сделана в вашем интернет-магазине. И чем больше стоит на покупок, тем больше товарооборот. Чем больше товарооборот, тем больше денег вы зарабатываете. Вопрос. Что же сделать? Как же сделать так, чтобы в ваш интернет-магазин пришло много людей и покупало там? Каким образом мы работаем? Работа несложная. В чем она заключается? Оформление заявок онлайн, скайп-встречи, работа в социальных сетях, введение информационных рассылок, прохождение обучения онлайн. Напишите «да», если вы считаете, что это несложно, что этому можно научиться. Мы этому учим. Это же последний пункт обучения онлайн. Мы этому всему, как это делать, мы этому учим. Кто считает, что с этой работой может легко справиться? Да, вот вижу, пошли. Здесь сложного нет абсолютно ничего. Здесь не нужно разгружать вагоны, здесь не нужно решать высшую математику, но нужно работать. Ежедневно. Что конкретно мы научим? Мы расскажем как. Мы превышаем... Вот тем из постов, что я говорю. Давайте разберем небольшой пример. Потому что мне иногда говорят, а действительно этот бизнес работает? Это действительно ли люди приходят в интернет-магазин и можно на этом сработать деньги? Так, давайте напишем... Ну, я даже не буду писать вопрос, который не требует ответа. Каждый из вас, кроме жизни, видел девятиэтажный дом. Может быть, вы в нем живете, может, у вас за окошком, может быть, вы, если сами из маленького населенного пункта, и там нет домов, когда-то приобрели в гости, видели обычные девятиэтажные дома жилые, ничем не отличающиеся. Так вот, давайте представим такой дом, в котором пять подъездов, девять этажей. На каждой этаже есть квартиры. И мы представим, что... Такую вещь, что все эти люди пользуются средствами личной гигиены. Они все моются, они чистят зубы, шампунь у них есть, гель за душу, да? Я думаю, что это все очень реально, это не похоже на сказку, так оно и есть. Все чистят зубы, все моются. В среднем, на сегодняшний момент, статистика такова, что семья из трех человек тратит на косметику и средства гигиены в среднем 300 тысяч белорусских рублей. Это если мы не берем там ароматы, мы не берем продукты для здоровья, это просто вот шампунь, гель для душа, там вот эти вещи, которые заканчиваются, пены для бритья, детская там и что-то там еще, тушь, вот такие вот самые мелочи. В среднем 300 тысяч, если семье будет... В первых людей, то, как правило, больше. Ну, меньше, тогда бывает меньше. Ну, вот так и возьмем, что, например, в каждой квартире живет 200-3 человек в среднем, да? В 180 семей по 30000 один живой дом, единственный, тратит ежемесячно в среднем на косметику 54 миллиона белорусских рублей. И давайте сейчас вот смоделируем такую ситуацию, чтобы прямо во дворе этого дома на первом этаже выкупал какой-то предприниматель помещение и там открыл магазин косметики. И люди, естественно, так как им удобно, пошли покупать туда. И все эти 54 миллиона жители этого дома оставили в этом магазине. Я вам скажу, что при таком обороте предприниматель в этот месяц зарабатывает примерно... Примерно... Примерно он зарабатывает около 700 долларов. Только от покупок жителей одного единственного дома. Теперь никакой вопрос. А сколько таких домов в городе, где вы живете? А сколько таких домов в Беларуси? А сколько таких домов в мире? Если мы с вами правильно понимаем суть бизнеса, то вы должны понимать, что ваш доход будет не ограничен. Почему? Потому что в интернет-проекте можно приглашать людей в ваш интернет-магазин из любых городов и стран, где работает компания. Мы людям показываем одну простую вещь. Мы говорим, смотри, ты тратишь в семье 30 тысяч на косметику каждый месяц. Мы говорим, ну да, примерно так и трачу. Мы говорим, вот я тебе могу предложить две вещи. Во-первых, тратить меньше на 20% интересно. Человеку говорим, что интересно, сейчас кризис, сейчас всем деньги нужны, всем хочется сэкономить. Второе, что мы тебе можем предложить, это покупать на прямого производителя. То есть ты без риска поделки, это будет качественная шведская крутая косметика. Хочешь, человек говорит, ну, конечно, хочу. А еще тебе не нужно поздравиться, подограться к работе в магазин. Ты будешь через интернет все покупать, так как это удобно. Хочешь? Конечно, хочу. Все. Если мы будем людей переводить с обычного магазина в интернет-магазин, то вы будете иметь такую же прибыль. Вот я вам привезла просто один жилой дом, просто один. Чтобы вы понимаете, насколько несложно выйти на хороший уровень дохода. Если заняться всерьез этим бизнесом, делается то, что мы учим на обучении. Ну, какие у вас происходит в одничтении дохода, смотрите. Скажу вам так, что выйти на доход примерно долларов 600-700. Нужно, чтобы в вашем интернет-магазине обслуживалось около 150 человек. Но есть два варианта, как скоро они у вас появятся. Первый вариант называется «Скоро» и «Быстро». Второй вариант называется «Долго» и «Медленно». Вам как хочется? Быстро или долго? Вы пишите в чате, кому хочется быстро, кому хочется долго. 150-200 человек в вашем интернет-магазине, чтобы быстро появилось, или чтобы медленно появлялись. Задумались. Вот сейчас. Быстро. Все отлично. Хорошо. Быстро. Конечно, быстро. Так вот, смотрите. Тогда я вам расскажу сейчас очень важный секрет. Вы должны его понимать с первых дней. Сердце заключается в том, что если вы будете сами приглашать людей просто покупать, то это будет долго. Если же вы найдете партнеров, то есть тех людей, которые тоже захотят зарабатывать в интернет-проекте, это будет быстро. Потому что в интернет-магазине считаются и те люди, которых пригласили лично вы, и те люди, которых пригласили они. Вот вы, например, пригласили Оль, говорите, Оль, есть возможность зарабатывать. Ну, что нужно делать? Вы говорите, вы развиваете свой интернет-магазин. Она говорит, окей, все хорошо. Она начинает это делать. И у Оли развивается интернет-магазин, и она получает доход. И вы тоже, потому что Оля в вашем филиале. Понимаете? То есть для того, чтобы ваш интернет-магазин развивался быстро, вам нужно не клиентов искать, а партнеров, которые хотят зарабатывать. Если вы предложите человеку стать партнером, он говорит, хочу. Здорово, вы говорите, значит, тогда подключаемся, начинаем учиться вместе, начинаем действовать. Если он говорит, не хочу, вы говорите, ну, хорошо, не хочется, а может быть клиентом, будешь экономить, хочешь? Он говорит, хочу. Все. То есть сначала мы предлагаем человеку стать партнером, если не хочет, тогда мы предлагаем ему стать просто покупателем. Ну, вот, например, мы нашли пять человек, которые хотят зарабатывать деньги, и они делают то же самое. 5, не ступься, это 5. И вот ваш шифрил уже 31 человек. Если заказы не делают в среднем по 100 условных единиц, то товар оборот ваш шифрил 3100 человек, и ваш доход, например, в 200 долларов. Вы менеджер. Смотрите, 5, и они по 5. Это недолго. Почему здесь средний заказ в 100 долларов приведен в 100 условных единиц, точнее, у нас же курс не доллар, у нас курс меньше, в 100 условных единиц примерно 13 миллионов, такая сумма получается. Потому что это реально средний заказ в наших интернет-магазинах. Кто-то приходит продавать, и кто-то делает очень большие заказы по 300, по 400, по 500 долларов. Кто-то приходит просто для себя купить помаду, делать заказ по 10 долларов. А кто-то покупает в ЛНС по 100. То есть в среднем, получается, стоит вам привожу статистику реальной деятельности. Вот у меня, например, я сама примерно только для своей семьи, 200-200 лет, так вот, примерно, условных единиц, потому что я покупаю и продукты для здоровья, и косметику. Это без всяких клиентов даже. Дальше, смотрите, здесь заходят 200 долларов. Хочется больше, хочется ведь больше, да, когда вас, конечно, наверняка вы предлагали немножко другой вид дохода, не 200 долларов, а больше, так что вы больше. Смотрите, бизнес чем прост? Важно понять, что вам нужно найти партнеров и помочь им зарабатывать деньги. Вот я сейчас, может быть, говорю вам серьезные вещи для первой встречи, но если вы поместите сразу, то у вас быстро будет развиваться очень ваш интернет-магазин, как взрыв, да, будет у вас. Смотрите, вот мы нашли еще на прошлом сайте, мы нашли 5 человек, которые хотят зарабатывать деньги. И они приходят к вам и говорят, Оля, а сколько ты зарабатываешь? И вы говорите, 200 долларов, стоите у меня в сайт назад. Вот эти вот 5 человек, не знаю, виден ли мой курсор, мышка, вот 5 человек фиолетовых, которые покрупнее, спрашивают вот этого, который розовый. Оля, а сколько ты зарабатываешь? А вы говорите, 200 долларов. Они говорят, класс, я тоже хочу 200. Как это так, чтобы было 200? Вы говорите, Света, Маш, Наташа, Катя, Дима, смотри, твоя задача, если ты хочешь зарабатывать дверь, то чтобы в твоем интернет-магазине примерно 3000 условных единиц проходил товарооборот. Он говорит, понял, как это сделать? Вы говорите, наполняй интернет-магазин людьми. Наполняй сам и пусть твои партнеры наполнят, помогай им в этом. Понял? Понял, все, хорошо. Они начинают это делать. Люди выходят ваши, Света, Наташа, Катя, Олег, Дима, кого вы приглашали. Они становятся менеджерами, как вы на предыдущем слайде. У них доход 200 долларов. Вы при этом, ваш товарооборот возрос в 5 раз, и вы стали директором интернет-магазина, и ваш доход примерно 800-800 тысяч долларов, зависит от конкретно, какой у вас товарооборот будет. Примерно, вот в такой раскладе, если вы пятерым людям помогаете стать менеджерами, то вы становитесь директором интернет-магазина хорошим доходом. Ну, 5 из 5, это могут быть не люди, которые вот так вот, которых вы лично позвали. Может быть, их 5, один другого позвал. Здесь не важно, как бы это не принципиально. Главное, что товарооборот у вас прошел все вместе, хороший, суммарный товарооборот. Вы становитесь директором интернет-магазина. Средний срок в нашем проекте выхода на уровень от примерно 8-9 месяцев, если у вас есть свободных 4-5 часов в день. Если у вас больше, то можно быстрее, если у вас меньше, то медленнее. Вот так. Но по пути к этому званию, по пути к этому результату, вы уже зарабатываете деньги. Вот мой первый доход был с компанией 3 доллара вообще. Потом 50, потом 100, потом 200, потом 500. Еще буду частотен, когда я начал зарабатывать 1000 долларов. Сейчас мой доход, в принципе, нужен 2-2,5-1000 долларов. Это при том, что я работаю онлайн дома. И есть возможность расти дальше. Это очень здорово. И это делается несложно, главное это делать. Важно понимать, что с первого дня вы не увидите большой результат, потому что невозможно за один день 200 человек сразу свой интернет-магазин наполнить. Хотя, я сейчас бы сказала невозможно, тут же сама себя внутри поругала. Есть такие примеры. В России есть, вот у нас парень, он за один день делал. Это за один день. Он наполнил интернет-магазин. Клиенты, они делали каждый из их акт, партнеры его. И все, он за один день открыл за один день квалификацию. Поэтому все возможно. Сколько времени вы вложите, как вы будете использовать те данные, которые получили на обучении. Что получает интернет-магазин, кроме дохода хорошего? Ну, вот на следующем сайте вы видите преимущества этого уровня. Это вот ежемесячный доход, как я сказала, официальный на карточку, 700-800 долларов. На карточку она приходит. Премия, 1000 долларов, еженовременная работа, подарок от компании. Бонус роста 20 минус белорусских рублей. Участие в программе автомобиль, согласно которой у вас льготное кредитование на новенький автомобиль Шкода, Рапит, отдельные условия только для проекта. То есть, такого кредита нет ни для кого в Беларусь, только для участников, только для директоров. Приглашаем две персоны на банкет директоров и дальнейшей перспективы развития. Банкет директоров – это вот те, как раз такие крутые корпоративы, о которых я говорила. И сейчас, чтобы не быть глазом, я пару фотографий вам покажу. Корпоратив в виде банкета, это всегда очень классно. Он проводится в Беларуси, во дворце спорта, в России, в гостином дворе, на Красной площади. То есть, там очень хорошие места выбираются, очень красивые фотозоны. Расстелена красная кроводорожка, по которой вы проходите зал, вы чувствуете себя настоящей голливудской звездой. Вот на фотографии слева, на красной кроводорожке, наши основатели проекта, с которым мы вместе его делали, это Елена Рокочи, Денис Биряков. Это люди, которые на сегодняшний день являются результатом номер один в детевской области. То есть, выше, чем у них, результаты нет. И мы с вами в их команде можем учиться. Я знаю, что Лена сегодня на вебинаре. Давайте мы как-нибудь в чате поблагодарим Лену, Денису, за возможность учиться у них развиваться, использовать те знания, которые они нам дают, для того, чтобы тоже выходить на такой же уровень дохода. Это мои спонсоры, это люди, которые меня пригласили в компанию, за что я им очень-очень благодарна, потому что, если бы не они, то я бы работала точно так же, как в 95% населения, так бы продолжала работать во первом категории работы по найму. Благодаря этому проекту смогла перейти в категорию бизнесмена. На баскете всегда есть концертные номера программы, там деньги, чеки, премии, признания артисты. Вот, например, на последний был Ираклий Персхалава, до этого у нас были Старпьеха, группа Бонни М, Иванушки, ну, вообще в разные звезды бывают, там, Боссен, и они поют, для вас отдыхают, там, там спускаются. И вот это очень классное чувство, не когда ты заладишь, там, посмотреть какие-то фотографии звезды и его личной жизни, когда, ну, например, я последний пример, да, привожу, Ираклий, да, когда у нас выступал, он в своей страничке в Инстаграме, он в своем блоге выложил видео на, и мы у него на странице, да, можете даже сейчас и покопать, найти видеозапись, понимаете? То есть вот такого уровня общения у вас с взлетами на этих банкетах. Конечно же, денежные вознаграждения. Вот новый диктор этого года, который прошел в нашем проекте. Эти девушки разные, Вероника, на этот момент получения премии, здесь не видно, она человеком прикрыла, была в ожидании малыша, сейчас у нее маленькая доченька, и она совмещает этот бизнес с воспитанием ребенка, потому что только работа онлайн, это возможно делать, как бы по обычной работе, но об этом делать не смогла, конечно, в ближайшие 20-е годы. Ольга Небарака, а также директор в нашем проекте, и новый директор в нашем проекте, и Ольга, параллельно традиционный бизнес. Ольга Цупикова, работает только в проекте, и в прошлом экономисте предприятия. Все абсолютно разные. А также партнеры с этой территорией самые успешные, самые аристативные, это Марина Дмитрия Городникова, семейный бизнес у них, Марина Дима в прошлом учителя, и сегодня я вижу, что много людей из их команды, здесь у вас есть, с кого брать пример, Марина Дима, еще открыта новая, Кольца Ката старший директор, и у них в команде внутри тоже, Кольца Ката старший директор, то есть это очень быстро развивающиеся лидеры, и у кого они не спонсоры, конечно, очень круто, берите с них пример. Елена Дмитрий Левшат, тоже директора в нашем проекте, Лена в прошлом работала в отделе образования, тоже сегодня вижу Ленину команду, которая сейчас растет, развивается, и я знаю, что в этой команде очень хорошие результаты, особенно последние 2-3 месяца, когда начался онлайн-проект, не заставляют себя ждать. Сейчас я, видите, начала говорить про каждого, наверное, зря, сейчас можно тянуться, я просто очень люблю всех своих партнеров, и всех своих коллег, и могу про них говорить очень долго. Вот на последнем банкете моей премии полторы-две тысячи долларов, видите, чуть больше уже, потому что сделала чуть-чуть больше, то есть то, о чем я вам говорила, не потолок тысяч долларов дохода, это не потолок, можно срабатывать больше, и мы учим как, мы рассказываем как в нашем обучении, я уже не могу сидеть на месте, не могу сидеть на месте, потому что настолько я хочу полезть с вами этими возможностями. Екатерина Доробицкая, это партнер нашего проекта в пилотной группе, также она в моей команде, это моя подруга детства, с которой мы познакомились на школьной практике, грязко в своем классе, да, и потом дружили, общались, и сегодня мы вместе развиваем бизнес. Так, тоже у Катюши классная, вот я вижу, вот прям много-много искательной команды девчонок. В общем, смотрите, очень-очень много всех, Людмила Тарнахловича, в прошлом учителе, в чужом городе, в этот бизнес, ау, болди, мама троих детей, и тоже учитель в прошлом, снова учителя Юля, она студентка до этого, Наташа Берякова, в прошлом юрист, у них тоже с Виталием, они вместе работают, и вот как-то выделить какую-то одну команду очень сложно, потому что сегодня развивается абсолютно каждый, и каждому из вас тоже. В общем, если вы пройти территорию роста и увидите своих всех директоров на экране, значит, вам уже круто повезло. Светлана Парфиновича, в прошлом работала в исполкоме. Так, кто у нас еще? Ой, в общем, да, Тамара, вот как раз-таки я открыла звание, Саша Берякова, Юля, Ольга, Фомидска, Наталья, мы говорим, вот разные размеры премии, потому что разный доход можно получать в нашем проекте, но все они, я думаю, вам нравятся, и тысячи долларов, и полтора, я думаю, вам нравятся, и две тысячи, вам нравятся, Инаида Сафоновна, в Антаре Мозговая, Оксана Жирнова, директора в нашем проекте, как много, даже, видите, не хватает времени всех перечислить, это очень круто, это говорит о том, что здесь можно зарабатывать, раз это не один человек, раз много, значит, можно зарабатывать, и, конечно же, Елена Рокочи, Денис Беряков, я уже сегодня говорила, про них это люди, которые на сегодняшний день имеют самый высокий результат, и нам делятся, как его получить, бриллиантовый директорат с доходом, премию в 6 тысяч долларов, и с ежемесячным доходом 4-5 тысяч долларов на карточку, потому что вот они, витебские, кстати, Елена в прошлом учили рисование, Денис в прошлом спортсмены, сегодня они счастливые семья бизнесменов, которые воспитывают при этом деток и наслаждаются жизнью. Вот наша карьерная лестница, но очень большая у директора, на самом начале, на самом деле, что дальше, как же больше, чем 1000 долларов, очень просто, продолжаем, смотрите, вот эти же там 5 человек, они им говорят, Оля, а сколько ты зарабатываешь, вот 200 научились, мы зарабатываем, а сколько ты сейчас зарабатываешь, а вы говорите, 800, они говорят, Оля, а мы тоже хотим 800, мы уже 200 теперь не хотим, мы хотим 800, что нам нужно сделать для этого? И вы им говорите, что для того, чтобы зарабатывать 800, вам тоже нужно директорами, они спрашивают, как? Вы им говорите, как? Вы уже к этому моменту, вы уже на 100% знаете, как, потому что если вы сами это сделали, вы уже знаете, как. Все, и вот дальнейший ваш успех зависит от того, как много людей станут в вашем сериале директорами интернет-магазинов своих, директорами, вам нужно помогать людям становиться директорами. Если стал один человек, то вы старший директор, ваша премия – полторы тысячи долларов, если стало два человека, то вы золотой директор, ваша премия – две тысячи долларов, плюс вы еще получаете в подарок путешествия от компании. Из три человека старший золотой директор, это тоже путешествие, премия – три тысячи долларов. И так далее, далее, далее. Чем больше человек, благодаря вам, старый директорами, тем более высокий у вас уровень дохода, вот видите, примерно годовой уровень дохода, справа колоночка стоит. Это то, что предлагается вам просто самой компанией, с мобилей, видите, да, Skoda, Mercedes. В арбах нашего проекта, начиная с уровня директора, ваши дополнительные подарки. Во-первых, по закрытии каждого нового звания, катание на лимузине по городу, откуда бы вы ни были, вы приезжаете на наш конспортивный праздник, мы катаемся на лимузине, отдыхаем, засуемся. А во-вторых, это фирменная подвесочка, золотая подвеска, вы можете видеть сейчас в соцсетях, можете ко мне найти клей, они нас выкладывали, мы как раз вот сейчас награждали новых директоров. На уровне директора подвеска золотая, как отличительный знак нашей команды, очень красивая. А дальше, смотрите, начиная с уровня старший директор и выше, ну зачем нам 10 подвесок каждому, не нужно, что я не знаю, правильно? Поэтому с уровня старший директор и выше, вам подарок слиток золота от проекта. И чем более высокий ваш уровень, тем тяжелее слиток золота. Поэтому даже, понимаете, даже вот этим вот, а золото это вообще самый такой, никогда не устаревающий такой вид дохода, да, то есть это всегда в цене, и вы тоже можете передоставиться своим детям и не переживать за их будущее, просто одним золотом собрать нормальное количество всего. Вот такие вот подарочки у нас есть хорошие, я думаю, что они вам нравятся. Ну и, конечно, видеть слово путешествий здесь неоднократно. Вы знаете, благодаря деньгам с работой с компанией Reflame, я посетила 14 стран мира на сегодняшний день. До Реслана я не была нигде. И моя первая цель в компании была сработать деньги на то, чтобы поехать на море. И моя мечта, когда уплатилась, я поняла, что мое хобби это путешествовать. Я очень хочу путешествовать много, часто, всегда и со всеми. И начал это делать в последние годы. И я могу вам сказать, что это очень классно, что в компании есть возможность зарабатывать деньги и путешествовать. Но есть ведь возможность путешествовать не тратя на это деньги заработанные, а просто получая это в подарок. И эта возможность есть на сегодняшний момент у всех, у всех новичков даже. Сейчас мы здесь квалификация на поездку в Сочи. У нас, насколько я знаю, примерно около 60 человек в нашем проекте показываются на квалификацию. Недавно была поездка в Египет, когда менеджеры, менеджеры в Египет в подарок от компании. Ну, а самый классный уровень и оппоненты в путешествии начинают с уровня золотой директор. Когда вы путешествуете классом люкс. Вот, например, в этом году было мое первое путешествие именно в подарок от компании. Это была Испания, Валенсия. Все супер, понимаете? Вот до этого я была в 14 странах мира. Я думала, что меня очень сложно удивить. Я понимала, что мне очень понравилось, потому что я кайфовала в путешествии. Но я не думала, что я прям буду настолько воодушевлена, впечатлена. Это была самая лучшая путешествия в моей жизни. Во-первых, это особая компания. Ты едешь с огромным количеством своих друзей. Во-вторых, это очень классные экскурсии. Это очень весело. Вот самый крупный океанариум. Видите, у нас там наверху скат плавает возле нас такой. Экскурсии по городу разные, классные, веселые компании. Это очень крутые вечеринки от компании корпоративной. На главной площади Валенсии, на самой большой площади была приветственная испанская вечеринка, когда компания смонтировала полностью, там сделала как замок, сделала разные зоны, чтобы не могли попроситься в атмосферу Испании, прочувствовать дух этой страны. Там были разные фотозоны, жвучие испанки и испанцы, готовили огромную паэль, как национально-испанская, такая она огромная, для того, чтобы всем хватило. 2,5 тысячи участников было. Я впервые в жизни объелась клеветок так, чтобы они остались, и я уже больше не хотела их есть. Такого у меня до этого никогда не было, сколько бы я их не ела. Мы все вместе учились танцевать фламенко с профессиональными танцорами испанской любви. Как здорово весила гирлянда. Это очень крутой праздник. Энергия просто шкаливает. Это все в подарок. Мы не платили там ни за что вообще. Просто пришли, тусовались, натанцевались, накушались, наобщались, пили сангрии вкуснейшие. Потом еще ночью пошли на море плавать. Ну, неидвестный тысяч человек, конечно, а так только мы, человек, сколько там нас было, не знаю. Ну, нормально тоже, немало. В общем, когда поедете с нами вместе, тоже пойдете плавать. Ночью имейте в виду, что мы отдыхаем уже. Отдыхать так отдыхаем, так, чтобы хорошо запомнилось. Поэтому, если любите хорошо отдыхать, любите хорошие корпоративы, то мы все к нам. А гала-ужин был у нас в парке культуры и отдыха. На сегодняшний день самое крупное культурное сооружение в Испании. И очень красиво там, видите, прям там 7 сооружений, везде были подсветки. Мы, как бы, вроде были под навесом, но, к сожалению, были на улице. И сцена была смонтирована вот на воде прямо. И был такой эффект красивый, когда новые звания поздравлялись, было полное ощущение, что они просто идут по воде, понимаете, идут по воде. Очень красиво, очень дорожественно, просто великолепно. Это был гала-ужин, это был ужин высочайшего класса, ужин на уровне Голливуд Сильзблэс, ужин на уровне Оскара. Это все женщины в красивых платьях, мужчины в костюмах, в смокингах. И мы, такой возможности в обычной жизни мы не имеем таким корпоративом. А здесь есть такая возможность. И, кстати, корпоративное мероприятие, у нас вот совсем недавно была хорошая новость, в чатах я отправляла, признан лучшим в мире корпоративным мероприятием 2015 года. Давайте аплодируем этому. Представьте, из всех корпоративных мероприятий, из всех тех компаний, которые проводили их там в разных частях, в 2015 году, наше было самым крутым, самым лучшим. Это признан было международной комиссией, международным конкурсом. И вот такие мероприятия вы можете есть. Представляете, это на самом деле, это великолепно. Конечно, там и отдых, там тоже и танцы. Вот мы поднимали бокалы за успехи друг друга, награждения на сцене очень приятные. Видите, тут вот как раз на сцене в центре я стою. И я вот этот фотографий вставляю всегда всем показываю. Это акт, когда мы подписывали о подарке. То есть, нам бы подписывали, что компания дарит такой подарок. И стоимость подарка 49,470,400 долларовских рублей. Тогда курс евро был 15 тысяч, то есть 3 300 евро всего путешествия в Испанию на одного человека на неделю. Я специально проверила тогда в августе, это был август, сколько стоит поездки в Испанию. Слушайте, самый-самый крутой отдых, вот самый, вот отель прям выше не придумаешь, обслуживающий, все, самый лучший, вот самое дорогое, что могло быть, это на человека полторы тысячи евро. это самый дорогой был отдых в Испании на неделю. То есть, на двоих 3 тысячи. А можно было хорошо отдохнуть, именно хорошо, за 2 тысячи, то есть по тысяче на человека, хорошо, нормально за 800, и вполне себе за 500 евро на человека так, ну, в Испании, во всяком случае, пусть не на самом лучшем уровне, но в Испании. А здесь, просто, что хочу, чтобы вы понимали, 3 тысячи 300 евро. Вот сейчас, вот так же, это вы не передает, какой был уровень отдыха, просто задумайтесь. Это первое, на чем я хочу, чтобы вы задумались. А второе, задумайтесь, а часто ли вам дарят подарки стоимостью 3 тысячи 300 евро? Вот часто ли вам дарят такие подарки? Вот я вам скажу, что мне никогда, вот кроме этого подарка, мне подарков такой стоимость никогда не дарила. Поэтому я очень благодарна правительству компании, что здесь есть возможность по-настоящему получать вознаграждение за свои усилия. Я работала не для того, чтобы, например, поехать в путешествие, работала, потому что я хотела, ну, хочу хорошую жизнь для своей семьи, потому что деньги зарабатывала. У меня компания говорит, ой, Ань, ты молодец, деньги зарабатываешь. Только ты еще до съездил, отдохни тогда, представляете? Поэтому такие подарки можно получать. И, как я повторюсь еще раз, эти фотографии, конечно, встаряла свои, в рамках нашего проекта очень много участников едет на путешествия, и с каждым из них вы можете знакомиться на разных вебинарах. И вот, пожалуйста, статистика последних полтора года. Тоже сейчас очень многие люди обеспокоены кризисом, а хорош или счастливы начинать развивать свой интернет-магазин. Хорош или вообще что-то начинать, если кризис. За последние полтора года, полтора года последние они кризисные, более 6 тысяч человек вышли на уровень дохода от 800 долларов, то есть стали директорами и вышли в интернет-магазин. Я думаю, что цифры говорят сами для себя. Если 6 тысяч человек смогли, то почему не сможете вы? Абсолютно сможете. Главное просто начать действовать и делать абсолютно простые действия. На первом этапе да и дальше. Будут люди, которые в вашем окружении будут говорить им о том, что это невозможно, что это сложно, что это не работы, что это не для тебя, что в нашем семье не было бизнесмена. В общем, кто что будет говорить? Но вы должны в каждом из этих моментов задуматься, что советом дает тот человек, а жизнь ваша. И пожить ее нужно вам. Ее можно прожить, просуществовать, ее можно прожить, как все, скучно, грустно. Ее можно тоже более-менее интересно, а можно очень ярко и насыщенно. Если у вас есть действие, то для вас, наверное, самая яркая мотивация, потому что хочется этим все самое лучшее, невеста есть возможность. И для меня, наверное, самое страшное, что может быть, это вот какой-то причине отказать ребенку. Ну, в чем-то. Потому что очень сложно объяснить ребенку, почему другие дети не переедут в Диснейленд, а он нет. Что, он хуже как-то, чем другие? Нет, он не хуже. И в нашем проекте есть возможность на самом деле зарабатывать те деньги, которые вы получили от вашей мечты. Я всегда говорю, что в этом бизнесе мы работаем не для того, чтобы просто деньги это просто бумага резаная. Но деньги не являются средством достижения очень многих вещей, которые делают вас и вашу семью более счастливыми. Например, подарить, вот, тоже поиск перед вами своему ребенку. Вот, если он не брак, если не присутствует, знала, что сделала. У нее оришка очень хотела в Диснейленд, она, благодаря деньгам, в работном проекте сидела с оришкой в Диснейленд. Теперь подарить путешествие своим родителям. Например, это я делала. Только я не знаю, просто я привожу пример себя, да. Например, купить квартиру, купить дачу на берегу озера, да, купить автомобиль своей мечты. Я знаю, что тоже у нас многие уже это сделали очень здорово, да. Вот все это, это то, что делает вас и вашу семью более счастливыми. Здоровье укрепить, кстати, да, когда ты работаешь не по найму, не пилит тебя, не тот особо, не счастливый в своей семье, здоровье, управляет однозначно. Еще продукция вам потом помогает очень круто. Поэтому в этом бизнесе есть очень много примеров. Я вам сегодня показала их, очень много фотографий, директоров. Это только участники нашей команды, да, нашего проекта. И впереди еще, я думаю, очень много достижений, очень много свершений. Есть и сложных нет. Все, что вам нужно, если вы приняли решение с руки с нашим проектом, то брати так, что, который вас сегодня пригласил. Оформится в проекте, дальше следует инструкцию. Инструкция будет выслаться на электронный ящик. Обучение проходит в онлайн-формате. Просто делайте листья, которые мы будем вас учить. И я считаю, что каждый человек может получить успех в этом бизнесе, он будет стараться и пытаться. Он воспользует этим шансом. Сегодня все вы услышали абсолютно одинаковую информацию, но я знаю, что кто-то уже сегодня и воспользуется ей, начнет кто-то делать, что-то меняет в своей жизни. И через полгода, через год скажет спасибо сам себе, что рассмотрел эту возможность. А кто-то скажет, ну, наверное, все-таки уже поздно. И наверно, это не для меня. Наверное, я не такой. Наверное, не получится. Все что угодно. Все что угодно из того, что попробовать. Лучше попробовать, и пусть не получится, чем даже не попробовать. Поэтому у вас есть шанс стать успешным нашим профессором. Пробуйте, старайтесь и повторяйте по поводу до тех пор, пока вы не придете к успеху. На сегодня у меня, в принципе, все. Если у вас какие-то вопросы остались, то вот я здесь оставила свои данные в скайпе, в контакте, просто тогда, если будете писать какие-то вопросы там, вы пишите номерочка, что там я после вебинара, чтобы я понимала, кто это, да. Если вопросы есть сразу, то можете прямо сейчас в чате спросить, я отвечу сразу. Может быть, вы там какие-то нюансы недопоняли, да, потому что я могла что-то забыть, сказать, я спешила, мы сегодня начали позже, хотелось вложиться по времени. Все понятно, да, более-менее? Все, вам большое спасибо за внимание, вам успехов огромных. Ждем вас на следующем вебинаре, он пройдет завтра в 20.00, поздравительный вебинар по итогам каталога номер 3, где мы пройдем новые достижения, и вы увидите, как много новых результатов в нашем проекте только за последние три недели. И среди них есть те люди, которые присоединились к проекту совсем недавно, месяцев, полтора, а уже имеют крутые результаты. Вот о том, какие результаты и как их получить завтра в 20.00 на вебинаре по этой же ссылке. Ждем всех вас, всем успехов, доброй ночи, или не, я не сказал, что правильно я правила, доброй ночи, не взят на спокойствие, главное, доброй ночи. Возможно, именно этой ночью у вас продаются мысли, которые изменят всю вашу жизнь в последующем. Буду рада, если таких людей будет много. Все, всего доброго, всего хорошего, всем до свидания. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин